МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Образование в Сарове прошло очередное заседание Комитета по социальным вопросам. Растем о резком подъеме числа заболевших рассказала главный санитарный врач Нижегородской области. День снега. Традиционный зимний праздник прошел на лыжной базе. Подробности далее. Вышли на финишную прямую. Строительство школы номер 11 по улице Зоргой выполнено на 82%. Финансирование обеспечено. Работают 8 бригад. Учебное заведение распахнет свои двери для юных саровчан уже 1 сентября. Об этом народным избранникам сообщил Леонид Бородулин. А вот от строительства школы на 600 мест в 15-м микрорайоне пришлось отказаться, поскольку разместить ее там не позволяет площадь земельного участка. Новую школу планируют построить в микрорайоне 22. В микрорайоне прописано, зарегистрировано около полутора тысяч детей, которых надо необходимо обеспечивать местами. У нас даже с учетом ввода здания новой школы и капитального ремонта существующего, мы сумеем покрыть порядка тысячи мест в этом микрорайоне. В 15-м микрорайоне вместо школы планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Сейчас проект на стадии обсуждения. У 12-й школы появится отдельное здание для начальных классов. Сейчас школа практически заполнена, и если в ближайшее время не появится новое здание, то ребятам придется учиться в две смены, что противоречит государственной политике в сфере образования, пояснил собравшимся Евгений Слинчук. Еще одна важная задача для сферы образования – реконструкция школы-интерната номер один. Это здание на сегодняшний день практически не отвечает требованиям документов пожарной безопасности и по доступу маломобильных групп населения, и по Роспотребнадзору, поэтому здесь надо рассматривать вопрос о его масштабной реконструкции. Заместитель директора департамента образования также рассказал депутатам и о планах на ремонт школ. Прошли экспертизу проектные работы на капремонт Центра образования и школы номер одиннадцать. В планах проводить работы в 2022-2023 годах. На каждое из этих учреждений запланировано по 170 миллионов рублей. В программу капремонта планируют включить и 14-ю школу. В 21-м и 22-м микрорайонах построят здания для детских садов. Насколько у департамента образования есть информация, УКСом размещены были заказы на проектирование этих детских садов. Один проект уже, я так понимаю, выдан и прошел экспертизу, готов к реализации. Второй находится в стадии исполнения. Помимо планов на будущее, на заседании обсудили и реализованные проекты. Одним из главных событий стало завершение капремонта школы номер десять. Средства на этот масштабный проект были выделены из областного бюджета. 99% от всей суммы, 1% из местного бюджета. Занятия спортом теперь полезны не только для здоровья, но и для кошелька саровчан. С этого года можно получить новый социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет – 120 тысяч рублей в год. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы. Для получения этого вычета необходимо соблюдать, необходимо, чтобы организация именно предоставляла услуги, которые перечислены в перечне видов услуг. И организация входила в перечень организаций, которые размещены на сайте Министерства спорта. Таких организаций в Российской Федерации 3836. В Сарове пять таких организаций. Это спортивные школы Саров и Кар, Шор Атом, а также ООО «Профит» и ООО «Профит-2». Для получения вычета необходимо предоставить договор с этими организациями, лицензию, а также документы, подтверждающие оплату. Причем этот вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами – на лечение, обучение самого налогоплательщика и прочее. Социальные вычеты включают в себя вычеты на благотворительность, вычеты по расходам на обучение детей, вычеты по расходам на обучение самого плательщика, вычеты по договорам медицинского страхования, страхования жизни. Предельную сумму годовых затрат для всех социальных вычетов – 120 тысяч рублей – законодатель пока оставил на прежнем уровне. В то же время вышеупомянутые 120 тысяч не включают затраты на обучение детей и подопечных в размере не более 50 тысяч рублей в год на каждого обучающегося для обоих родителей, опекунов, попечителей, а также на дорогостоящее лечение. Размер вычета на дорогостоящее лечение не ограничен. Еще один вид вычетов – имущественный. «Он включает в себя расходы на приобретение жилья и расходы на уплату процентов при привлечении, при покупке жилья кредитных заемных средств». Каким образом можно получить этот вычет? Вычет можно заявить по декларации, направив ее в налоговый орган. Декларацию можно представить налоговый орган лично, либо можно направить из личного кабинета налогоплательщика. Возврат налога на имущество можно использовать один раз в жизни. По всем вопросам обращайтесь по телефону 348-37-8800-222-2222. Полное интервью о других видах налоговых вычетов, а также возвращении средств в упрощенном порядке смотрите в нашей рубрике без комментариев. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Вопрос индексации платы за содержание жилого помещения многоквартирных домов, жители которых не приняли решение о выборе способа управления или об установлении размера платы, уже обсуждали на заседании комитета в ушедшем году. Но к единому мнению депутаты прийти так и не смогли. Дума запросила дополнительную информацию об индексации размеров платы за 10 лет и о росте потребительских цен на жилищно-коммунальные услуги. Рассмотрев все варианты, за и против, объективно приходим к выводу, что так или иначе поднимать тариф необходимо, делать это лучше ежегодно и плавно, для того, чтобы в конце не было той ситуации, когда тариф нужно поднять существенно, а возможности у нас с вами очень серьезно ограничены. Плата за содержание жилья последний раз индексировалась в 2017 году. За этот период инфляционные изменения составили более 12%. Однако такой рост квартплаты станет существенным бременем для саровчан. А потому администрация предлагает индексировать плату на 4%, пояснила собравшимся Анна Сосоева. Народных избранников приведенные аргументы не убедили. Внятных аргументов повышения платы за содержание жилья, не считая индексации, народные избранники так и не услышали. Дискуссия между представителем ЖКХ и депутатами была долгой. Многие сошлись во мнении, устанавливать единый тариф без весомых причин нельзя, и к каждому дому должен быть свой подход. К общему мнению прийти так и не удалось. К следующему заседанию Дума поручила подготовить технико-экономическое обоснование проекта решения, а также создать рабочую группу для детального изучения вопроса. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, но больше всего подвержены вирусам дети от 7 до 17 и взрослые от 30 до 49 лет. Это закономерное течение эпидемических процессов после новогодних праздников, пояснила главный санитарный врач. В связи с этим очень актуальны все меры, которые рекомендует Роспотребнадзор в плане профилактики респираторных инфекций. В частности, по коронавирусной инфекции самая основная мера профилактики – это вакцинации, и поэтому правильнее Роспотребнадзор Нижнегородской области рекомендует всем, кто не привит за последние полгода, или переболел и прошло уже более полугода, или вы привились уже прошло полгода, сделать ревакцинацию. Всё чаще болеют дети, однако групповых случаев заболевания в отдельных классах пока нет. В случае регистрации заболеваемости респираторными инфекциями в образовательном учреждении управлением Роспотребнадзора вводятся ограничительные мероприятия. На 25 января в 14% образовательных учреждений региона полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс по ОРВИ и COVID-19. 47 школ области закрыты на карантин. Ситуация в школах нарастает, и необходимо соблюдать строгие меры по приему детей. В частности, ни в коем случае не допускать детей с признаками респираторных инфекций. И это должны контролировать как в самой школе на входе в фильтр, так и сами родители отпускают детей в школу с утра. Пожалуйста, отмечайте состояние ребёнка, к которому он идёт. Термометрия на входе, разное время начала первого урока, проведение перемен, несколько входов в школу, соблюдение режимов проветривания помещений и режимов дезинфекции. И главное – отмена любых массовых мероприятий. Всё это требования Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции. В школах также должен соблюдаться масочный режим среди персонала образовательного учреждения. Это также позволит сдерживать распространение инфекции. И всем руководителям образовательного учреждения рекомендую провести ревизию прививающегося на статус своих сотрудников, как педагогического состава, так и обслуживающего персонала. Тоже именно с целью своевременной ревакцинации и сдерживания инфекции в учреждении. В Нижегородской области закончилась кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа. Привито против гриппа порядка полутора миллионов нижегородцев. Это 48,8% от населения области, в том числе более 260 тысяч детей. В регионе продолжается массовая бесплатная вакцинация от COVID-19. На базе поликлиник можно сделать прививку по предварительной записи. Поликлиника номер 1 95511 95549 и вторая поликлиника 95262 95577. С 2020 года ресурсный центр добровольчества помогает гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Привозят им продукты, лекарства, выгуливают собак. Также центр оказывает информационную, консультационную, методическую, организационную поддержку волонтерским организациям и их членам. Ресурсный центр создан вообще для того, чтобы помогать волонтерам развиваться, набирать обороты, делать более качественные мероприятия, более качественную работу. Сейчас в ресурсном центре не хватает волонтеров, а количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Сарове возросло. Это значит, что звонков в волонтерскую организацию поступают все больше. В связи с ухудшением ситуации с ковидом требуются волонтеры, совершеннолетние волонтеры, которые будут заниматься доставкой продуктов, доставкой лекарств, вынос мусора. Также у нас есть волонтеры, которые занимаются выгулом собак. Если у вас есть желание помогать людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию или вам самим требуется помощь, то вы можете позвонить по телефону 99-113 или написать в группу ВКонтакте ресурс добровольчества Саров. Быть добрым просто. С лопатами в руках молодые добровольцы вышли на акцию «Снежный десант». По маршруту у студентов политехнического техникума дом номер один по улице Набережной, где живет Николай Давидович Фишман, сын известного физикоядерщика. Ребята решили помочь пожилому человеку, расчищали дорожки и подходы к дому, убирали снежные комья. А сейчас в пору обильных снегопадов это как никогда актуально и необходимо. Никто не может помочь сейчас растить снег, сейчас проблемы с парковками, ну то есть много проблем со снегом сейчас в данный момент. Я думаю, что если ты поможешь человеку, он поможет тебе в ответ. Спросили, могу ли я, ну и как добрый человек решил откликнуться за помощь. Обновили, наверное, пару тропинок, чтобы человек, который здесь живет, было удобнее ходить. Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» существует не первый год, и студенты Сарова принимают в ней активное участие. В рамках акции молодые люди проводят ряд добровольческих мероприятий для ветеранов труда и войны, пожилых людей и всех нуждающихся. Конечно, ребята могут помочь не только убрать снег, но и наколоть дрова, привезти воды или продуктов. Нужно помогать друг другу, а уж тем более людям, которые, к сожалению, в силу возраста или каких-то особенностей не могут себе помочь. Естественно, ну кто им еще поможет, если не студенты, не добровольцы, не люди, в конце концов. На это и рассчитано добровольческое направление среди молодежи прежде всего. В этот же день уже студенты Саровского медицинского колледжа выезжали еще по двум адресам. Акция «Снежный десант РСО» стартовала перед днем снега. Студенты выезжали на лыжную базу и расчищали площадку для городского праздника. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Молодые, веселые и находчивые. Сегодня свой день отмечают все студенты России. Праздник появился в стране в 2005 году. И с тех пор студенты никогда не упускают случая отметить свой день на широкую ногу, шумно и весело. Ведь по народной традиции студент никогда не упустит шанса отдохнуть от учебы, от постоянных торжеств. Его отвлекает лишь время сессии. День российского студенчества – отличная возможность еще раз осознать, как классно быть студентом. Учащиеся Саровского физико-технического института тоже отмечают свой праздник, но все по-разному. Кто-то собирается в кругу близких друзей и одногруппников, а кто-то просто поздравляет друг друга. Студенческая жизнь – это всегда незабываемые эмоции и впечатления, а также открытие новых возможностей. И в СРФТИ ребятам скучать некогда. Ожидание совпало с реальностью, потому что я думал, что будет постоянно какой-то движ, отряды будут учиться, будет отчасти легко, интересно. Получается, СРФТИ предоставил все возможности для этого, потому что здесь очень хорошая лаборатория, чтобы проводить где практики, лабораторная работа получается. А есть студенческие отряды, как педагогические, так и строительные. Юлия Баранова только вливается в активную жизнь вуза, но уже с первого курса девушка поняла, что различные студенческие приметы – не самые надежные помощники во время сессии. Чтобы учеба шла на отлично, Юлия не пропускает занятия и много читает, но успевает также и занимать должности исполняющего обязанности комиссара педагогического отряда и старосты группы. В вузе ей нравится даже больше, чем в школе, признается девушка. В школе ты начинаешь только свой этап, закладываешь знания, тут ты их укрепляешь и узнаешь что-то новое, но все равно в институте мне нравится больше. Тут ты комфортнее, и преподаватели создают такую атмосферу. Часто студенческие годы сопряжены еще и с общажными хлопотами. Те, кто живет в общежитиях, знают о трудности и радости этого времени. Для студента СРФТИ Александра Илюшкина общежитие – это особое место, в котором можно получить помощь и поддержку, а также не скучно провести совместный студенческий досуг. Скучать там некогда, когда контрольный экзамен получается, особенно сейчас в сессии, получается, все собираемся либо у одного в комнате, либо у другого, обсуждаем, спрашиваем у друга, что, как, готовимся. То есть, на самом деле, очень интересно. Канал «16» поздравляет всех учащихся вузов с Днем студента. Желаем вам неиссякаемой энергии, интересной жизни, творческих идей и новых достижений. Случайный вопрос дочки лег в основу целого сборника стихов Марии Затонской. «Кто посадил лес?» – спросила девочка. И размышления над этим дали начало нескольким десяткам произведений. Вот этот автоматический вопрос, который возник у ребенка, мне кажется, и характеризует, может быть, и нас, взрослых, во многих смыслах. Когда мы думаем, что мы над всем властны, но на самом деле есть кто-то, кто посадил лес. Это не человек. Поэтому это разговор о поиске Бога и о поиске чего-то высшего. Рукопись сборника «Кто посадил лес?» Мария Затонская представила на Всероссийской литературной премии имени Козинцева. Этот конкурс «Союз писателей России» проводит впервые. Его участниками стали более 100 авторов из 32 регионов страны. В состав жюри вошли поэты, критики, представители журналов и издательств, а также лауреаты престижных литературных премий. Почему полезно мне было податься? Потому что книга нуждается в редактуре, в советах, во взгляде извне от профессионалов. И чем больше глаз профессиональных на нее посмотрят, тем лучше. Сразу отправлять в издательство, возможно, было бы как-то самонадеянно. Она должна немножко пожить, почитаться. В начале лета в Химках пройдет церемония награждения. Победитель получит 50 тысяч рублей и возможность опубликовать свою книгу. Познакомиться со всеми участниками можно на сайте Совета молодых литераторов «Союза писателей России». Там размещены видеоролики, в которых авторы рассказывают о себе. Также на сайте «В ближайшее время» откроют свободный доступ к произведениям всех финалистов литературной премии. Клуб французского языка в Сарове существует более 20 лет. Сюда приходят горожане разного возраста и профессий. Здесь они изучают культуру французского языка, фонетику, грамматику и многое другое. Специально к занятию я просто подбираю какой-то материал. Когда приходят люди, то я смотрю на их состояние. Бывают такие люди приходят, что они с работы очень устали. И они просто пришли, потому что их тянет сюда. Но они, например, не могут сегодня сосредоточиться. Бывает, особенно это в конце года, в конце учебного года. Тогда мы больше берем на чтение, больше каких-то игровых у нас есть. У нас даже есть дни, которые просто посвящены, когда мы собираем карточки, какие-то пазлы, для того, чтобы мозг просто отдохнул. Обучают в клубе по специальным бумажным учебникам. Книги в библиотеку присылают французские друзья из Минастыря Беси. Сейчас на полках стоят более тысячи книг. Книги на французском языке невозможно купить. Не только потому, что они ужасно дорогие, а просто их в наличии нет. То есть есть какие-то учебные пособия, адаптированные книги, учебники. А вот, например, собрание в течение Бальзака. Или, например, энциклопедии по Париже. Откуда мы возьмем в России такое? Но нам наши французские друзья, они нам несколько лет подряд слали посылки. Сейчас в клубе по книгам Франции обучаются шесть человек. Все они приходят сюда провести с пользой свой досуг. Марина Шишова о клубе узнала от своей старшей дочери и ходит сюда уже больше трех лет. У нас компании разные, у каждой свои цели. Кто-то хочет достичь высоких успехов именно в изучении языка. Для кого-то это очень интересное времяпрепровождение. И мы узнаем культуру другой страны, узнаем друг друга, потому что мы общаемся. Проводим тематические вечера, узнаем интересное что-то о культуре Франции, о народе, о поэтах французских. То есть здесь все вместе, не только язык. Кому-то нужно общение и информация о стране, кому-то нужен уровень языка. Поэтому мы все разные, каждый со своими целями, но нам нравится быть вместе. Весной участники клуба французского языка готовятся провести романтический вечер. Он будет посвящен композитору Мишелю Леграну. Участники весь вечер будут разговаривать на французском языке. На мероприятие приглашают всех желающих. Вход свободный. Более подробную информацию можно получить по телефону 944-17-944-26. Январь – особенное время, когда на протяжении всего месяца не покидает праздничное настроение. Заглянув в Музей народной игрушки, можно еще раз окунуться в мир новогоднего волшебства. Экспонаты выставки «Новогодний круиз» сделаны руками учащихся архитектурно-художественного отделения Детской школы искусств. Здесь представлены работы в разных техниках – бумагопластика, графика, пластилинография. Выставка была названа «Новогодний круиз», потому что действительно, как на круизном лайнере, мы можем отправиться в разные-разные страны, посмотреть на особенностях архитектуры, посмотреть, увидеть какие-то особенности культуры, искусства. Здесь можно увидеть различные корабли, часы и окна, а также архитектурные эскизы и зарисовки фломастерами, гелевыми ручками и карандашами. Работу учащихся Детской школы искусств отправляют зрителей не только по странам и континентам, но и в разные эпохи. А вторая выставка носит название «Здравствуй, Дедушка Мороз». Ее экспонаты – это собрание игрушек главного новогоднего героя за 10 лет работы музея. На выставке представлены Деда Мороза из коллекции советской игрушки. Это из пластмассы, из бумаги, из папье-маше, из ваты, ватные Деда Мороза, начиная с 60-го года. Также из стеклянной Деда Мороза фабрики «Ариэль», нижегородская фабрика стеклянной игрушки. Деда Мороза, которые были перевезены из Вологды, деревянные, резные, расписные. Выставки «Новогодний круиз» и «Здравствуй, Дедушка Мороз» в Музее народной игрушки продлятся еще неделю. Более подробную информацию можно получить по телефону 664-94. Год назад ушел из жизни композитор-гитарист Виктор Козлов. Его произведения любят и юные гитаристы, и любители гитарной музыки, и профессиональные исполнители. Сочинения Виктора Козлова звучат в России, Германии, Италии, Англии, Польше, Финляндии. Особые значения автор при жизни придавал музыке для детей. Дети очень любят его играть. И вот его друзья, жена, они создали такой конкурс, который имеет статус пока всероссийского, но потом, может быть, станет и международным. И этот конкурс проводился впервые. Он проводился в онлайн-формате и проводился в его день рождения, 10 января. Воспитанники Ирины Фидельман, Михаила Борисейко и Иоанна Гончарова стали победителями этого конкурса. В дуэте ребята играют уже более шести лет. На конкурсе Миша и Аня представили произведение Виктора Козлова «Мелонга». «Мелонга» мне очень нравится. Для меня это очень задушевное произведение, которое засело глубоко в душе. В «Мелонге» мы мелодию-аккомпанемент меняем местами. Если сначала мелодия у Миши, то во второй части Миша играет аккомпанемент, а я мелодию. И таким образом у нас лучше получается дополнять друг друга. Помимо этого Михаил Борисейко на конкурсе сыграл и сольное произведение бурлеска композитора Виктора Козлова. С ним молодой человек занял также первое место. Выучить произведение для Миши не составило особого труда. На него он потратил всего две недели. Оно очень интересное, быстрое в темпе и такое оно любители. Сейчас ребята готовятся к конкурсу «Колейдоскоп», который пройдет весной в Дзержинске. А, кстати, как в Европе называли конек этих преступников? Чем неожиданнее вопрос, тем интереснее найти на него ответ. Именно этим игра «Что, где, когда» привлекает эрудитов по всей стране. Популярно это интеллектуальное развлечение и в Сарове. Поэтому здесь регулярно проходят соревнования по ЧГК. На днях состоялся первый тур Доброй Лиги. Сегодня у нас проходит так называемая Добрая Лига, девиз которой вопросы понятны всем, с ответными знакомыми каждому. Но здесь мы подбираем такие вопросы, где не требуется каких-то глубоких разных знаний, потому что в другом современном спортивном что-где, когда иной раз такие знания требуются. Денис Калашников состоит в команде «Манускрипт Вонича». Название посвящено рукописи. Созданное неизвестным человеком, написано на неизвестном языке. У молодого человека богатый опыт участия в «Что, где, когда». У меня опыт участия, наверное, начинается в 2002 году, давненько уже. Играли в институте. Тогда первый раз нас собрали, команду. Ну, показалось это интересным. Несколько лет мы поиграли, потом, ну, как-то это все затихло. Будучи в НИЭФе, я узнал, что опять организуются такие встречи. Клуб есть городской, по что или когда, и уже стал ходить туда. «Манускрипт Вонича» стал одним из победителей турнира. Звание лидера с ним разделила команда «Одинокий пастух», которая состоит всего из одного человека – Никиты Баринова. Всего в «Доброй лиге» приняли участие шесть команд. Актуальная информация о времени и месте туров ЧГК есть в сообществе ВКонтакте «Что, где, когда» в Сарове. Прокатиться с горок на ватрушке, пробежать на лыжах по зимнему лесу, поиграть в снежки и согреться тёплым чаем из термоса. Такая атмосфера царила на лыжной базе во Всемирный день снега. Программа праздника предусмотрела развлечения как для детей, так и для взрослых. Так, например, семьи принимали участие в соревнованиях с препятствиями, а волонтёры молодёжного центра помогали в проведении конкурса. Конкретно мы занимались организацией конкурса «Сан Лес Болл». Это семейный конкурс. Семья на ватрушках съезжает с горы, затем они с помощью лодки, которая представляет нам организация, они проплывают все вместе, дальше они переходят на маленькие лодочки. С помощью рук они должны проплыть и дальше собрать пирамиду. И потом со всей скоростью бежать обратно, при этом засекать время. Больше всего усилий сыровчане приложили к созданию снежных фигур в рамках конкурса «Этнофест». Участие принимали семьи, классы, детские сады. Елена Голубкова, родитель ученика 1-го Д-класса Центра образования, раскрыла нам смысл поделки «Давайте жить дружно». Идея у нас была очень интересной темой в этот раз, «Этнофест». Тема такая достаточно сложная. Мы долго думали, что же нам сделать. С одной стороны, это Олимпиада, Олимпийские игры, дружба, единство. С другой стороны, Олимпийская деревня и вообще русская деревня. Мы пришли к тому, что мы хотим подружить нашего российского мишку, символ нашей сборной команды, с Олимпийским мишкой. И поселить их, чтобы они дружили в нашем бревенчатом русском домике. Были и интересные конкурсы только для детей. Например, волонтеры клуба «Мечта» проверить для младших ребят веселые старты. У нас конкурс хоккей. То есть дети одевают ботинки, это у них коньки, они добегают до клюшек. Дальше они должны попасть в ворота, кто быстрее один гол. Мы, например, делаем конкурсы, где там нужно перебираться на ватрушках. С самого утра проводились соревнования среди спортсменов школы Олимпийского резерва «Атом». Лыжники участвовали в дистанциях от одного до пяти километров. Также были конкурсные испытания по брумболу и на самый длинный съезд с горы на сноутюбинге. В онлайн-формате можно было посмотреть видеоролики «Снежные войны». Это праздничное зимнее воскресенье запомнится каждому саровчанину, побывавшему на лыжной базе. В начале игрового отрезка студенты саровского физтеха сразу заявили, что отдавать победу они не намерены. И уже к концу первой четверти ввели в счёте. Борьба за мяч с каждой четвертью становилась всё интереснее. Спортсмены старались отправить в корзину соперника как можно больше мячей. По итогам игры спортсмены с РФТИ обыграли СПТС со счётом 65-35. Отыграли так себе средненько, хотели забить больше, понимали, что у нас намного сильнее уровень, но намного мазать. Спортсмены из Саровского политехнического техникума проигрушу не расстраиваются. Говорят, что баскетбол – это лотерея. Тем более, они выступали неполным составом. Основная команда по баскетболу уехала на турнир вардатов. И студентам в экстренных условиях пришлось собирать новую команду. Они сильнее, 100%. Но мы надеялись, хотя бы какой-нибудь счёт наберём. Там, ну, очков 30-40. Мы примерно и уложились. Турнир среди студентов Сарова в городе проводится ежегодно. Они принимают участие в различных видах спорта – футбол, волейбол, баскетбол и другое. Тренеры и преподаватели команд стараются по максимуму привлекать студентов к спорту. Для популяризации, конечно, физкультуры и спорта. Ну и чтобы ребята посмотрели, чего они достигли, чему научились. По решению судейской коллегии лучшим игроком матча был признан студент Саровского физико-технического института Алексей Синёв.